и всем привет друзья вы на канале sky top games и сегодня у меня такие знаете о мысли вслух а именно сегодня мы обсудим с вами то что нам показали разработчики в недавнем видео анонсе по за айл которая буквально раззадорила сердца всех любителей динозавров и конечно же мира за айл что же мы увидели на первом тизере друзья это надпись атмосферные наблюдения от себя скажу что возможно за айл преодолеет тот барьер который есть из of bermuda что я имею ввиду это погодные условия ураганы наводнения и прочее хотя хотя если приглядеться то можно понять что это всего лишь улучшенное ночное небо луна звезды переливание их на ночном небе будет скорее всего более эпичным они статичным как может сейчас многим показаться конечно мне хотелось бы верить в первый вариант который я озвучил новую карту с неизвестным островом конечно же там должны быть приятные глазу локации и как мы видим а там есть побережье густые джунгли скалы поля с травой кстати мое мнение таково что здесь будет очень хороший приют для каких-нибудь травоядных скорее всего что можно было еще заметить на этом тизере то это парящих птеронодонов это реально то есть они серьезно внизу внесут взял птера боже я люблю вас грайслен друзья что переводится как луга это фантастичная мысль разработчиков нет ну честно я думаю что это будет еще один реалистичный а механизм в игре ведь я думаю что тупо поедать кусты смородины взял многим надоело да и порой их многим игрокам не дай не удается найти ну новичкам да и не только кстати обрати внимание что когда стегозавр нам на видео поедает траву там что-то упоминается вроде как только как будто только малыши будут щипать маленькую травку на лугах да друзья в игре возможно возможно появится трава да и стегозавр я думаю здесь не просто так превознесен следующий тизер друзья тоже очень интересен это ловля рыбы и вот кстати на фоне зуха мимо это выглядит круто то есть ребята у нас будет новая адаптация к добыванию пропитание хищников но думаю что немногим хищникам это будет возможно думаю что каким-нибудь рексом или гигом это будет вообще просто по барабану а ну если только джувам наверное самое еще такое впечатляющее это опять же показанный новый динозавр дэна звук у с на фоне рекса о рекс ты зря пришел на водопой рост друзья вот здесь тоже довольно интересно здесь будут динозавры в режиме survival иметь плавный рост конечно привыкать к такому придется очень долго ибо мы все привыкли кнопки grow но я думаю что все таки за прогрессом роста нам придется последить в панели статистики все также наверное будут показаны проценты роста половой деморфизма друзья я думаю что у нас будет особое отличие динозавров самок от самцов ну по крайней мере визуальное отличие точно мы сможем определять пол кстати малышей в гнездах тоже можно будет различить на мальчика или девочку интересное еще интересный еще один тизер это тизер падальщики я так понимаю что в игре the isle либо появятся мелкие новые игровые динозавры либо боты которые будут поглощать тела мертвых динозавров ну и на последок друзья это конечно же к финалу этой истории это показанный нам спинозавр я думаю что эту машину для убийства внесут нам бесплатно а выбор платоядных дина я думаю наверное на этом все все что я хотел самое главное сказать да наверное я все самое главное сказал судя по этому а трейлеру разработчиков я вам донес друзья оставляйте свои комментарии пишите свои какие-то не знаю домыслы буду готов с вами поспорить либо что-то обсудить ну а мы будем ждать новое обновление за айл если она вообще будет либо это просто как бы а рекламный такой шаг какой-то чтобы все больше покупали за айл они предстоящий патч of titans друзья пишите ваши комментарии оставляйте обязательно ваш пальчик вверх жмите колокольчик до новых встреч всем пока друзья а